Машины не парковать, работе спецтехники просьба не мешать. В Ишкарале продолжается механизированная уборка территории от снега. График с адресами улицы дворов, где вскоре появится уборочная техника, регулярно публикуется на информационном портале администрации Ишкаралы. Ну а более подробно о том, как именно ведется уборка от снега Ишкаралинских дворов, в рубрике «Напрямую» расскажет директор муниципального предприятия «Жилсервис» Андрей Жуков. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первая декада января в этом году была одной из самых теплых в климатической истории Мариэл. И лишь в эти дни русская зима стала по-настоящему проявлять свой характер. Как работает предприятие «Жилсервис» в этом необычном сезоне? С начала зимнего сезона мы заключили контракты, как и обычно заключили контракт с администрацией города Ишкарлы. Процедура эта проведена. Подготовили технику для зимних работ. Приготовили необходимое количество пескосоляной смеси. Впервые в этом году мы разработали и утвердили маршруты движения транспортных средств для уборки дворовых территорий. В каждом домоуправлении существует от двух до трех маршрутов. И, соответственно, на каждом маршруте закреплен определенный мастер. Что касается осадков. Да, действительно, в этом году погода нас баловала незначительными снегопадами. Осадков было мало, но могу вас уверить, что техника наша не проставила без работы. Думаю, что основная часть авральной работы нам еще и предстоит. Будет своего рода экзамен, да, такой? Да, да. Контракты у нас заключены долгосрочные. Поэтому вся основная часть работы у нас будет, скорее всего, в перспективе. Ведь помимо уборки снега нам еще предстоит его вывести. Ежегодно городская администрация обращается к жителям Ишкаралы с просьбой не оставлять автомобили на время уборки дворов. Как реагируют на это горожане? С самого начала сезона мы непрерывно ведем работу по информированию жителей города при помощи телевидения, радио, печатных изданий. Непрерывно эту же самую работу ведут работники управляющих компаний и домоуправлений. Сдвиг действительно в направлении в этом есть. Большая часть жителей с пониманием относится к данной проблеме и поэтому участвуют в решении этой проблемы. Ведь если бы не содействие жителей города, то сколько не поставив техники на уборку дворовой территории, если будет одна неправильно припаркованная машина, соответственно, двор будет не убран. А применяется ли в этом сезоне эвакуация на штрафстоянку тех машин, которые мешают уборке дворов? И как происходит эта процедура? На сайте города Ишкарлы заносится информация, в которой указано, в какой день, в какое время и по каким адресам будет ограничено движение транспортных средств. Это происходит таким образом. С самого утра работники дома управления выставляют знаки, остановка запрещена. Дальше приходит техника, убирается двор полностью при непосредственном руководстве мастера дома управления. До настоящего времени эвакуации транспортных средств у нас нет. В этом сезоне? В этом сезоне, да. Сказывается, скорее всего, небольшое количество осадков и обязательно понимание жителей города. Но в случае обильных тех снегопадов ситуация будет гораздо сложнее. В случае препятствия проезда будут вызываться наряды ДПС и будут составляться протоколы. Ответственность за нарушение требований знака остановка запрещена. Как мы все знаем, внесет штраф от полутора до двух тысяч рублей. Что касается подснежников, подснежники это так называемые машины, которые оставляют с начала сезона и до конца сезона. Они будут эвакуированы. Забрать их человек может, но он понесет уже дополнительные траты, правильно? Да. Скорее всего, если человек выйдет из дома ранним утром и не увидит свое заснеженное авто, он может его найти на штрафстоянке города на улице Ишкинина. Как известно, жилсервис выделяет технику по заявкам жилищно-эксплуатационных компаний ДСЖ и ЖСК. Хватает ли снегоуборочной техники? Парк снегоуборочной техники составляет 9 единиц. При толщине снежного покрова до 5 сантиметров, при идеальных условиях, эта техника может убрать территорию за 8 дней. В случае обильных снегопадов, метелей, этой техники катастрофически не хватает. Вот, общая площадь убираемых территорий составляет 1 миллион 430 квадратных метров. Соответственно, при небольших снегопадах и заносах муниципальные предприятия ЖИЛСЕРВИС, домоуправляющие компании и управляющие компании санимают технику со стороны. А сколько всего на балансе предприятий ЖИЛСЕРВИС сегодня техники специализированы? На сегодняшний день у нас техники 42 единицы. Для более точного контроля движения по маршрутам вся техника оборудована системой ГЛОНАСС. На диспетчере ЖИЛСЕРВИСа регулярно контролируют движение техники. Если говорить об жалобах горожан, да, действительно, они в нашей работе есть. Эти жалобы, естественно, помогают нам работать лучше, помогают найти те точки, которые мы не замечаем. Для этого существует единая диспетчерская служба в администрации города Ишкарлы. Андрей Сергеевич, спасибо вам большое за беседу и до свидания. До свидания. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин